Любовь Ахмедшина Это люди нашего круга. Люди нашего округа. Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Правда, что сегодня тот особенный день, когда вам пришлось надеть костюм и распустить волосы? Да, это правда. Я очень редко одеваю очень красивые вещи или строгий костюм, или наряд. Обычно у меня всегда прибранные волосы и спортивный костюм. Вы родились в Югре. Ну, вообще мне повезло. Вы по образованию педагог-психолог. Не влекло меня к медицине. Это помогает? Когда мы это все успели? 7 мая 2005 года. Скорая помощь, больница. Когда вы поняли, что что-то не так? Надежды никогда не теряешь до последнего. Вы знаете о том, что ваша дочь очень вами гордится. Любовь, вы родились в Югре. Но слова Кама и Алтай для вас родные, близкие. Почему? Потому что я родилась там. Родилась я в деревне Кама. Это небольшая деревня. У нас было всего три класса на тот момент. И остальные классы нам приходилось ездить в соседнюю деревню и там проходить обучение до 9-го, либо до 11-го класса. А Алтай? Алтай – это вот та соседняя деревня, в которой мы доучивались уже с 5-го по 9-й, либо 11-й класс. Я родилась в семье, в которой уже было трое детей. Старший брат и еще две сестры. Ну, вообще мне повезло. То есть это была защита, наверное, какая-то, чтобы никто не обижал. То есть меня защищали. Девчонки уже прошли некоторые этапы, которым потом меня учили. А какие качества вам помогло это развить? В трудолюбии у нас всегда без труда никто не оставался. То есть само понятие деревенская жизнь – это картошка, это лес, грибы, ягоды. И очень много там работы. Вы по образованию педагог-психолог. Да. Как вы выбрали свою профессию? Или, может быть, она вас выбрала? Когда я закончила школу, две сестры мои пошли учиться в медицинский. Ну, я тогда, ну, не влекло меня к медицине. И скорее даже хотелось наоборот сделать. Не идти там по их стопам, а идти уже своей дорогой. Я выбрала педагогический колледж. Пошла учиться на учителя начальных классов. Потом, в завершении всего, поступила в Егорский государственный университет. На то время самая подходящая для меня профессия была педагог-психолог. Потому что, ну, она вообще, в принципе, она по жизни очень важна, эта профессия. Даже разобраться в самой себе, либо помочь людям другим в чем-то разобраться. Я считаю, что она мне помогла в своей жизни идти дальше. Вы сейчас работаете с людьми с ограниченными возможностями. Да. Это помогает? Конечно. Ваше нынешнее. Конечно. Особенно после того, как я закончила университет, это очень помогало. То есть детки приходили разные, с разным развитием, как с психологическим, так и с физическим развитием. И очень помогало найти верное решение, как заниматься с ними, что им дать для того, чтобы ты сам потом в итоге увидел результат. И родители увидели результат от занятий, на которые они пришли. Как строится ваш день? Я ранняя птичка, я стою полшестого. Я собираюсь на работу, какие-то домашние процедуры, подготовка к работе. Надо с мыслями собраться, все ли я взяла, то, что мне нужно для работы. Работаю до пяти, до четырех. Ну, когда получается задержаться, вот. Потом еду домой. Делаю домашние дела. Ложись я рано. Уже в восемь, в девятом часу у нас отбой. Сейчас, после небольшой паузы, мы вернемся, чтобы поговорить о деле вашей жизни. Мы продолжаем разговор с Любовью Ахмедшиной. 7 мая 2005 года. Вы хорошо помните этот день? Я затеяла уборку дома. Ну, и вследствие чего, у меня отошли воды. Ну, и скорая помощь, больница. И родилась моя доченька Аня. Ну, месяц, если не больше, она пролежала в реанимации. Потом, наконец-то, мы ее забрали домой. Весело, она очень мало. Докармливали ее. Потом у нас стала такая пухленькая, щечки появились. Красивенькая, маленькая, комочек такой. Счастье наше, солнышко появилось. Когда вы поняли, что что-то со здоровьем у Ани не так? Ну, у нее уже при рождении было косоглазие. И ближе к году уже, то есть, она не ползала, не переворачивалась, не держала голову, как уже нужно было держать. И уже на приеме у врача направили нас на дообследование и поставили нам диагноз ДЦП. Как вы это приняли? Конечно, я надеялась, что вот-вот, сейчас массаж сделаем, кольчики поставим, разработаем ручки, ножки, голову начнет держать и встанем на ноги и пойдем. Ну, по истечению некоторого времени уже осознаешь, что уже вот тебе ей три года, на ноги она до сих пор не встала. Я уже, наверное, смирилась с тем, что вот она у меня уже будет такой, я ее приняла, что, наверное, уже после десяти лет. То есть, надежды никогда не теряешь до последнего. Ну, и сейчас она есть, но ты уже принимаешь ее такой, какая она есть. Ну, пять лет назад ваша жизнь приобрела новое направление, такой новый вектор. Вас пригласил на занятия тренер Алексей Фролов. Алексей Николаевич, он нам предложил попробовать Аню в спорте. И да, у нее стало получаться с каждыми тренировками, с каждым годом она набирала силу. И теперь, да, может даже завоевывать медали и на российских соревнованиях. Вы сейчас, оглядываясь назад, осознаете, какой огромный путь был проделан? Я никогда не задумывалась, чтобы посчитать все ее там медали, награды, дипломы. Ну, и вот недавно посчитала, да, это уже достаточно большое количество как городских, как окружных, так и российских медалей. И дипломов это нескончаемое уже количество, которое у нее есть. И да, и начинаешь порой думать, когда мы это все успели. Ведь вы же еще и активно с ней занимаетесь другими вещами. Где-то годы два назад я начала искать то занятие, которое ей бы подошло после 18 лет, чтобы она его дальше развивала и была занята делом. Мы начали с бусинок чуть-чуть и приобрела ей, начали пробовать. У нее начало получаться. Мы с ней садимся, вместе прорабатываем, рассматриваем. Она советуется со мной, какой цвет выбрать, как лучше сплести. То есть я ее, конечно, учу этому всему, чтобы дальше она могла заниматься. Но за то, что она стремится, это уже большой, огромный плюс. А стремление Ани не занимать, потому что сейчас она входит в состав сборной России по боча. Да, мы доросли и вошли в состав России по такому виду спорта, как боча. И в этом ваша заслуга огромна. Расскажите нам, о чем вы мечтаете? Мечтаю, конечно, о том, чтобы физически здоровье ее не ухудшалось. Возможно, когда-нибудь мы попадем в такому специалисту, который, так скажем, возьмется и захочет развить и в чем-то улучшить ее физические данные. Потому как она до сих пор грезит, наверное, мечтает о том, что она встанет на ноги. Ну и мечтаем о машине. О специализированном транспорте, который... Машина, да, с оборудованием, чтобы можно было прямо на коляске закатывать ее туда и не пересаживать с кресла. Вы знаете о том, что ваша дочь очень вами гордится? Да, она дома мне признается. Говорит, что любит и что я очень хорошая мама. Она и нам призналась. Давайте посмотрим. Моя мама харизматичная. Моя мама самая лучшая в мире. Моя мама самая спортивная. Она меня ввозит везде. На всякие разные спортивные мероприятия, в том числе и на тренировки. Вот такая моя мама крутая и классная. Любовь Владимировна, спасибо вам большое за эту встречу и за ваш труд, за ваш подвиг. И жизни, пожалуй, как и на телевидении, многое, конечно, остается за кадром. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok